Всем привет! С днём ВДВ всех! Сегодня я буду говорить по поводу темы популярной ошибки при разработке на ангуляре. Ну и то есть продолжим. Сейчас поговорим обо мне немножко. Меня зовут Галя. Я работаю фронтэнщиком. Очень люблю JS и ангуляр в том числе. Также люблю корги. Собаки у меня есть одна. И потери. Вот, кстати, я что-то леплю из глины. Как мы знаем, в принципе, вот наша аджента. Будем начинать с самого лёгкого и пойдём к таким более нетривиальным вещам. С чего же начнём? Начнём с того, что при работе на ангуляре мы часто сталкиваемся с тем, как же нам прибайдить наши данные к компоненту. В ангуляре есть несколько путей, как это сделать. То есть если вы работали, например, с ангуляром 1+, то данный синтаксис вам достаточно знаком, потому что это обычная интерполяция. То есть вы можете сюда вставить какое-то своё выражение, и оно интерполируется в ваш темплейт. Следующий подход – это идут квадратные скобки. Квадратные скобки, получается, мы можем просто свойство компонента присвоить какие-то данные, какое-то значение. По сути, есть ещё часто, возможно, нам нужно сделать, чтобы это был one-way-databinding, но нужно быть очень внимательным с этим, потому что one-way-databinding – это создаст вам константу и работает только со стрингой. Поэтому если вы захотите сюда интерполировать какой-то объект, то работать он не будет. Также если нам нужно изменение свойства динамически, мы можем использовать синтаксис, квадратные скобки, плюс круглые скобки, и он будет нам, ну, то есть наше свойство будет меняться динамически. Если нам нужно прибайнить, например, какой-то ивент, клик, кейап, то, в принципе, мы можем это спокойно сделать круглыми скобками. Также есть способы, как прибайнить CSS, ну, то есть в такой манере. И через хэштег мы можем задавать в темплейте переменные, которые могут быть очень полезны, если мы используем какой-то view child или content child, то есть тому подобное. Дальше поговорим, вот, кстати, example небольшой, то есть всеми любимая тудушка, и, в принципе, где показаны разные вариации байдингов. Дальше поговорим про view child и content child. Чем они отличаются? То есть, по сути, view child будет искать первый элемент по селектору или по переменной, то есть, в котором мы говорили, что через хэштег и название переменной мы можем в темплейте создать переменную. Что мы можем получить с помощью view child декоратора? То есть мы можем, это может быть компонент, директива, элемент или даже view container, в который мы можем будет в дальнейшем, например, вставлять динамический наш компонент с помощью component factory resolver. По поводу content child, content child – это когда мы, например, трансклюдим наш элемент в ng-content. Тогда удобнее работать, конечно же, с content child. Вот я сейчас немножко покажу вам диаграмму, она отлично показывает, как вообще это работает. То есть, видим, вот эти элементы мы будем находить с помощью view child, то есть, вот по сути, как это выглядит именно в коде. А уже content child будет через ng-content в виде, то есть, мы делаем select, то есть, мы точно ожидаем, что туда мы будем трансклюдить app-footer-component. Но не забываем, что view child нам будет компонент доступен на lifecycle hook ng-after-view-init, а content child на ng-after-content-init. Ну, в принципе, это логично, мне кажется. Дальше немножко затронем тему lifecycle hook'ов. Ну, это буквально совсем чуть-чуть, потому что, в принципе, я хочу просто, чтобы часто очень разработчики, которые только начинают, у них, они не понимают разницу между ng-on-change и ng-do-check. То есть, в принципе, вот эта диаграмма хорошо показывает, когда какой lifecycle hook работает. То есть, мы знаем, что наш компонент – это класс, то есть, понятное дело, что при инициализации компонента первое отработает конструктор, потом мы можем использовать, делать какие-то интерации, вызывать какие-то функции на ng-on-changes он отработает вторым, потом ng-on-init, следующий будет ng-dechecked, и последующий уже auto-view-init, auto-view-content-init. И самый последний – это, конечно, когда у нас уже идет, когда наш компонент разрушается, то есть, ng-on-destroyed. Обычно мы там unsubscribe'имся от всех observable, то есть, от всех наших подписок. Теперь поговорим, когда отрабатывает ng-on-changes. По сути, ng-on-changes отрабатывает только, когда у нас применяются какие-то бандинги, какие-то инпуты. ng-on-changes отрабатывает каждый раз, когда проходит наш change-detектор. То есть, и нужно понимать, что каждый раз, когда вы… Ну, это достаточно может ударить по вашему перформансу, если вы будете вызывать на ng-on-changes какую-то функцию, которая что-то будет менять или что-то делать. Так что это тоже надо учесть. Следующая тема будет… Ну, я думаю, многие хотят, чтобы у них был хороший перформанс, поэтому поговорим про change-detection strategy. Что это, какие они бывают? То есть, в принципе, их только два вида. Дефолтная проверяет каждый раз все свойства компонентов, то есть, все инпуты и меняет их. on-push получается только при инициализации, но если вы меняете ссылку на объект, то есть, который был передан в ваши инпуты, она тоже затронет change-detector. Более детально мы посмотрим, как это все работает в демке. То есть, я подготовила, это будет чуть позже после теории. Самая, наверное, популярная ошибка, я думаю, очень часто с ней сталкиваешься – expression change after it has been checked. Почему она вообще возникает? То есть, в принципе, возникает она из-за того, что человек, который писал код, не очень понимает, как работает change-detector. То есть, у нас, например, самая частая ситуация, когда у нас есть pern-компонент и child-компонент, и они могут инициализировать какие-то значения, какие-то свойства, которые передаются в их инпуты. По сути, если мы пытаемся переписать инпут, который уже был инициализирован, например, в child, то мы, скорее всего, переписывать мы хотим его в parent, скорее всего, данная ошибка, то есть, мы получим данную ошибку, что как бы не очень хорошо. Есть несколько способов, как мы можем это пофиксить. Один фикс – это сделать просто наш код асинхронным. То есть, например, код, когда мы хотим заапдейтить нашу view, мы можем сделать, например, setTimeout, обернуть функцию, которая будет апдейтить в setTimeout. Или передать параметр, если мы используем event-эмиттеры, передать параметр true, что будет означать, что этот event-эмиттер будет у нас асинхронный. Ну и, конечно, forcing change detection, то есть, по сути, мы просто будем говорить change detectorу, что вот у нас изменения, пожалуйста, перерисуй. Но не забываем, что нам нужно заимпортить change detector f и передать его в конструктор, чтобы так использовать. Следующее – это, по сути, по поводу сервисов. То есть, если вы работали с Angular 1+, то сервисы для вас были всегда синглтоны, потому что инжектор там был только один. Что, кстати, было очень удобно. Но сейчас, на данный момент, для тоже больше, как бы, так как мы используем сервисы в основном для получения данных сервера, то есть, шаринга между нашими компонентами, для какой-то валидации, то есть, и чтобы, например, один сервис, один инстант сервиса был доступен. Ну, сейчас мы давайте рассмотрим, у меня красивые диаграммки есть. Давайте диаграммки рассмотрим, по ним будет вообще все понятно. Например, вот этот пример, когда сервис является синглтоном. То есть, у нас один есть root-компонент с компонентами дечерними. И, то есть, по сути, этот инстант этого сервиса будет одним и тем же для всех этих компонентов. Но, например, если, так как нам позволяет Angular 2+, позволяет делать провайдерс не только в верхнем компоненте, но и также в child-компонентах, то есть, мы можем, по сути, сделать дерево инжекторов. То есть, по сути, это будут прототипы, но они будут, данный сервис, вот этот данный сервис, инстант, будет прототипом этого сервиса, но он будет только работать, только вот для этих child-компонентов. Так, а как, например, если у нас есть тут, в root-компонент, есть свой сервис, то он будет работать, например, для вот этих компонентов. То есть, это тоже надо учитывать. Это очень удобно, если вам нужно, например, чтобы вы могли шарить какие-то разные, например, данные, одного этого менять как-то по-разному данные сервиса. То есть, в принципе, это очень удобно, когда вы можете использовать инстанты, то есть, прототипы сервиса. Но нужно это знать, потому что знать, что это будет тогда уже не синглтон, по сути. Сейчас я покажу маленькую демку по поводу change-детектора. У нас есть, давайте, наверное, сначала с кода посмотрим. Есть несколько компонентов. Есть тут, например, movie-компонент, который является child-ом, и parent-компонент, который уже использует этот movie-компонент. У них идет дефолтная change-детектор-стратеги. Теперь посмотрим, как она работает. То есть, если мы меняем какое-то пропорти нашего child, то есть, мы видим, он меняется. То есть, все отлично. Если мы, например, в child ставим onPoof, делаем Ctrl-S, то сейчас, когда мы будем пытаться менять пропорти child-компонента, например, видите, то есть, сам объект, сам child не перерисовался, хотя пропорти изменились. Но если мы поменяем объект, то есть, поменяются ссылки, то есть, вот так сделаем, то есть, в принципе, видите, он его перерисовал. Иногда есть кейсы, когда нужно это пофиксить. То есть, если у вас нет возможности как-то переписать, или вам все равно нужен onPush, но вы хотите, чтобы он перерисовывал, то мы можем использовать ng-doCheck. И использовать change-detector ref mark for check, то есть, что нам нужно получить эти изменения. Посмотрим, перерисовал. Видите, то есть, в принципе, данный хук работает, но это больше хук. Лучше просто правильно организовывать свои компоненты, делать саскрайберы, то есть, лучше, конечно, не делать его хака, но если нет возможности переписать, то, в принципе, он достаточно валидный. Ну, в принципе, у меня все по... Может быть, есть какие-то вопросы? Я очень рада буду на них ответить. Есть. Да. Слушай. Я видел, что несколько раз ты использовала конструкцию mark for check. Да. Я видел, что в других примерах используются detect changes. Да. Что бы ты рекомендовал использовать? Это, в принципе, в разных случаях разные подходы нужно использовать. То есть, detect change, он работает, в принципе, когда нам нужно зафорсить какие-то changes. А mark for check будет работать только с... Во-первых, только с on-puff strategy, то есть, это нужно учитывать. То есть, он не будет работать с дефолтным. То есть, этот хук больше используется именно только для on-puff. То есть, в принципе, вот почему. То есть, вот это вот различие. Окей. В скорости там, не знаю, еще какие-нибудь есть плюсы и минусы, что быстрее, что легче. Ну, конечно же, если по перформансу, то намного лучше, когда у вас не перепис... Ну, конечно же, change detector strategy, он on-puff. Потому что у вас не меняются байндинги каждый раз, не перерисовывается моделька. И за счет этого вам не нужно переживать, что у вас будет как-то падать перформанс из-за этого. В принципе, у меня все. Спасибо большое всем за внимание. Если больше нет вопросов.